Первый в списке – это сообщение «Я тебя слышу». Другие примеры. Вау, серьезно? С ума сойти? Давай, рассказывай, что произошло дальше? Когда вы общаетесь с кем-то с глазу на глаз, то легко понять, обращает ли человек внимание и что он вас слушает. Это видно по языку тела и по тому, как он отвечает, но когда вы переписываетесь, этого не хватает. Поэтому надо уметь сразу дать обратную связь и показать, что ты ее слушаешь. Далее решительные сообщения. Женщинам нравится мужчина с планом. Когда она говорит «Хэй, где мы встретимся?», она точно не хочет слышать в ответ «Выбери ты, просто выбери место и назначь время». Будьте определенным, девушкам это нравится. Наверное, вы сейчас спросите «Антонио, откуда ты знаешь, чего хотят женщины?». Я не знаю, но моя подруга Клаудия Кокс с канала Text Weapon знает. Она в этом специализируется. Она залазит женщинам в голову и прекрасно понимает, чего они ждут от сообщений. Далее сообщение на тему «Рад нашей встрече». Вы только познакомились, обменялись телефонами, установили связь. И вам действительно хочется, чтобы она не забыла про вас. И есть много теорий о том, как правильно вести себя в этой игре. Но пока вы только познакомились и она еще не забыла про вас, отправьте ей короткое сообщение, которое просто скажет о том, что вы еще думаете о ней. Вот вам несколько примеров. Привет, это Грег, парень, о котором ты, наверное, сейчас рассказываешь своим друзьям. Мне понравился наш разговор, давай увидимся в скором времени. Коротко, ясно и напомнили о вашем разговоре. Далее идут сообщения на тему «Я горжусь тобой». Они отлично подходят, когда вы знаете человека, когда вы уже в отношениях некоторое время. Суть таких сообщений – это отправлять их ей тогда, когда она меньше всего этого ожидает. Вам надо, чтобы она открылась вам. Она получает сообщения, в котором вы признательны ее заботе, работе, ее честности. В общем, всему тому, что она вкладывает в ваши отношения. Конечно, не стоит перегибать с этим, но, честно говоря, мало кто из парней когда-либо такое вообще делал. И эти сообщения должны быть искренними. Не надо ничего придумывать. Вот вам примерный текст. «Ты когда-то думала, насколько ты мне дорога?» «Я поражен тем, как у тебя получается улыбаться даже в трудные времена». Парни, делайте это просто и искренне, так вы доведете ее до слез и до этой ночи вам повезет. Говоря о везении, поговорим о том, как подогреть ее при помощи легкого флирта и комплиментов. Секрет того, как делать комплименты женщине – это понимать то, что ей нравится в самой себе и просто умножить это в два раза. Поэтому, если ей нравится ее тело, она много работала, чтобы у нее были эти ягодицы. Она знает, как правильно приседать. Скажите ей об этом. Напишите «Не могу дождаться, когда смогу тебя помять сегодня вечером». Да, возможно, это прямо в лоб, но это то, чем она гордится. Она любит свои волосы. Хорошо, ты не можешь дождаться момента погладить ее по голове и услышать аромат ее волос. Суть в том, что чем более точным, искренним, забавным и соблазняющим вы будете, тем больше успех ждет вас вечером. Далее у нас сообщение на тему «Я скучаю по тебе». Сразу скажу, что надо быть предельно осторожным с этими сообщениями. Многое зависит от ваших отношений и как долго вы были вместе. Но если вы были вместе некоторое время, а теперь вы далеко друг от друга, то можно дать ей понять, что все не так хорошо, когда ее нет рядом. Вот вам примеры. Я лежу в кровати и думаю о тебе. Не могу дождаться момента, чтобы обнять тебя. Еще день, и ты вернешься домой, ко мне. Я хочу, чтобы ты была рядом, и мы укутались в плед. Далее идут сообщения поддержки. Самое прекрасное в долговременных отношениях – это уверенность в том, что кто-то прикрывает твой тыл. Что у вас есть поддержка, что за вами будут присматривать. Господа, не знаю, сколько вы состоите в отношениях, 10 дней или 10 лет. Но когда был тот последний раз, когда вы говорили своему партнеру, что вы их поддерживаете? Вот вам пример. Дорогая, поверь, у тебя будет крутой день. Детка, я знаю, что у тебя тяжелый день, но у тебя все получится. Будь готова к тому, чтобы сегодня вечером себя побаловать. Я приготовил ужин. Далее сообщение из рубрики «Прости меня». Парни, вот вам истина. В некоторые моменты мы самые настоящие мудаки. В этом можно винить политику или работу и вообще можно скидывать вину на кого угодно. Но суть в том, что часто мы спускаем пар на тех, кто больше всего за нас переживает. Поэтому, когда приходит момент, чтобы обсудить конфликт, то лучше всего это сделать при встрече или по телефону. Но если это что-то простое, вы были колючим или игнорировали ее, вы просто отсутствовали некоторое время, то это хороший случай, чтобы извиниться через смс. Вот вам пример. «Прости, я был плохой компанией сегодня вечером, у меня был очень трудный день на работе. Могу я пригласить тебя на ужин в пятницу? Хочу загладить свою вину». Далее сообщение из глубины души. Вы снимаете свои маски и делитесь своими настоящими чувствами. Когда я вижу твое имя в уведомлениях, на моем лице появляется улыбка. Обычно по понедельникам у меня горы работы, но я думаю о тебе. Хотел бы, чтобы ты была сейчас со мной. Какое видео смотреть дальше, как насчет десяти ошибок, при переписке, которые стоит избегать? Что это за ошибки, узнаете из этого видео. Пока. Пока. Пока.